Всем привет! У микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня в выпуске пазловые баталии, тренировка ниндзя, крутое яйцо, бои роботов, геометрия и время, ну и еще один порт старой настольной игры. Поехали! Начнем сразу с ништяков, потому что игра Battle Camp и правда веселая. Если ты достаточно стар или достаточно любознателен, чтобы знать, кто такие покемоны, то вот эта игра практически про них. У тебя есть отряд так называемых монстров, которых ты собираешь, выращиваешь, левелапаешь и заставляешь драться друг с другом. Чем не покемоны? Интересно, боевая система. Бой тут представлен пазлов, ну типа собери тресерых камней в ряд, и они исчезнут. Когда собираешь камни, твои монстры атакуют или лечатся. Бой пошаговый, так что после каждого твоего действия тебе будет прилетать по щам от противника. Получилось интересно, необычно и, я бы даже сказал, динамично. Игра, кстати, многопользовательская, с возможностью собрать отряд и напинать кому-нибудь толпой. Есть боссы, есть вражеские отряды игроков, есть битвы один на один. Короче, круто получилось. Вторая игра называется Clumsy Ninja. И это тоже шикарная вещь. Особенность этой штуки в том, что, в общем-то, мы не играем за главного персонажа. Мы просто находимся рядом и помогаем ему. Это такой своеобразный тамагочи, где нам предстоит тренировать неуклюжего ниндзя, чтобы он перестал быть лузером. Поначалу он не умеет практически ничего. Даешь ему боксерскую грушу, он стукается об нее, ставишь его на коробки, он падает. Но чем дальше, тем более умелым становится наш интерактивный друг. Также есть сенсей. Конечно же, это мудрый китайский дед, который дает квесты и выдает пояса за их прохождение. В игре чудесная физика персонажей и отлично выстроенное взаимодействие с предметами. Благодаря этому наш ниндзя выглядит и ведет себя прямо как живой. И это сильно затягивает в процесс. Так что играем все. Далее Хампти Дампти Смэш. Главный персонаж в русском переводе более известен как Шалтай Болтай. И он яйцо. Ну, тот самый чувак, который сидел на стене и свалился во сне. События игры, однако, не об этом досадном провале. Тут у нас раннер с проламыванием препятствий. Собственно, игра проста как... как яйцо. Шалтай Болтай бежит вперед, на пути у него возникают ворота. Ты тапаешь по экрану в нужный момент, яйцо ломает ворота и бежит дальше. Не тапаешь, впечатываешься в ворота лбом и падаешь. Вот, в общем-то, и все, что происходит в игре. Такой вот таймкиллер без претензий на что-либо, кроме крутости своего единственного яйца. А мы продолжаем марафон насилия. Потому что в игре Робот Баттл 2 тоже нужно бить, ломать и крушить. Только на этот раз от лица робота. А бить мы будем других роботов. Игрушка представляет собой трехмерную арену, на которой находится робот под управлением игрока. На арену волнами телепортируются другие роботы, которых надо отмудохать. И сбил одну толпу, пришла еще одна. В промежутках между всем этим можно покупать себе новых бойцов. Выбор довольно велик и разнообразен. Как по характеристикам, так и по внешнему виду роботов. Кстати, дизайн роботов и правда забавный. Есть робомыши, птицы и всякие зайцы. И это прикольно. Есть, кстати, и многопользовательский режим игры, несколько карт. Одним словом, на день-другой эта игра тебя займет. Ну а теперь расслабим кулаки и напряжем мозг. Игра Primitives Puzzle in Time – головоломка, в которой нам нужно провести фигурку от старта к финишу, собрав по пути звезды. При этом сделать это нужно за определенное время. А время здесь напрямую зависит от движения. Собранные звезды также любят всякие фокусы. И по пути ты вполне можешь их растерять. Поломать голову придется, но это ничего. В игре минималистичный стиль графики, но он просто офигенно гармоничен и поэтому красив. Добавим к этому разнообразие уровней, а также замечательное музыкальное оформление. И мы получим игру, в которую приятно играть, как ни посмотри. Ну и последним номером на сегодня – Талисман Digital Edition. И снова, как я понимаю, это перенос реальной настольной игры на наши мобильные девайсы. Притом, в отличие от того, что я уже видел на эту тему, эту игру перенесли так, чтобы по возможности сохранить дух настолки. Игровое поле не стали делать навороченно трехмерно. Оно выглядит как картонное поле с рисунками. То же самое касается карт, костей и прочего. Авторы постарались по возможности сохранить атмосферу оригинала. Что, наверное, и хорошо. Ведь большинство из нас настолки в глаза не видело. Но познакомиться-то надо. Как и в любой такой игре с картами и кубиками, тут просто дохренища. Классов, шмота, существ и прочей херни, о которой можно рассказывать часами. Столько времени у нас нет. Так что, если тебе нравится то, что ты сейчас видишь, поставь игру себе и разбирайся. Это весело. Ну а у нас на сегодня все. Написал и озвучил Федор Амортис, нашел и смонтировал Николай Подгурский. Это были обзоры от Moog.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»